Вячеслав Вячеславович, вот нам задавали один вопрос, как объяснить ребенку, что плохо носить георгиевскую ленточку. Я вот на днях покопался немножко, даже не копался, а вспомнил. Рассказываю два факта про георгиевскую ленточку. Та георгиевская ленточка, которую сейчас носит, она никак не относится к той, которую учредила Екатерина, которая была желто-черного цвета. Второй момент. Георгиевская ленточка, используемая сейчас, она была одним из... У них не георгиевская, а гвардейская. Ну да, сталинская, гвардейская ленточка. Да, и еще она использовалась также рядом войск СС на знаменах. Все-таки, если мы говорим о георгиевской ленточке, то это все-таки... Да это не важно, сейчас самое главное, это не важно, как, что было раньше. Важно, что сейчас этот символ, какой бы он там хороший, светлый, какого года не было, он утратил, во-первых, свой смысл и получил новый смысл. А новый смысл это не георгиевская ленточка, и даже не гвардейская ленточка, это путинская ленточка. И так она и должна называться. Путинская ленточка. Поэтому нужно объяснить, что с этой ленточкой делают, в общем-то, не очень хорошие дела. Поэтому не нужна она. Пока. Пока не нужна. Я говорю, реабилитировать ее очень легко. Преступников, которые будут осуждены в трибунале, повесить на этой ленточке, и все. Она будет символом наказания за преступление против народа. Я думаю, в этом качестве ее будут принимать везде. Еще даже будут так вот показывать. Видишь, дяденька. Ну, мы помним, например, что белый, синий, красный флаг был кинут к стенам Мавзолея и сожжен в 45-м году. Да, да. Последним причем.